Показали, что могут. Я думаю, что здесь Еремии легко не придется на этой карте, тем более, что тяжело они шли по своим отборам, и даже Офелии в первом раунде проиграли. Был другой абсолютно состав, там был еще Яков Кот, не было Биг Бира, ну вот одна единственная замена, да. Как бы Биг Бир, конечно, по стрельбе посильнее, но не с первого раза, слет. Посмотрим, насколько посильнее такой состав Еремии, но ставить на то, что это будет без шансов разгром, я думаю, вообще абсолютно не стоит. Мне кажется, наоборот, здесь завяжется у нас до самого конца. Что такое? Интиферум слетел. Написал он там, я видел на Твиче в чат, что с температурой играет, ну как бы для русских это не отмазки. У нас единственная причина, в которой ты чего-то не можешь делать, это смерть, и то даже смерть иногда не является причиной. Да, тут пишут люди, что что-то не уверен, что Еремия выиграет. Я на самом деле тоже абсолютно на этом не уверен. Если ставить на процентное соотношение, то если не 50 на 50, то, наверное, 55-56% на Еремию, там, и 45-44% на победу Fairtail. Но начинают они за слабую, скажем так, сторону. Еремия будет все-таки полегче уже потом раунды добирать, если игра попрет. Опять-таки, если она попрет. Если счет какой-нибудь будет в дебюте 4-1, то, естественно, пойдут психи. Потому что это все-таки не команда, это микс, так как играла старая Еремия, там, с полуслова друг друга понимает. Если что-то не так, то, в принципе, на камбэк выкарабкивается. То здесь, я думаю, все-таки будут некоторые нервы. Но это по сценарию. Если не по сценарию все пойдет. Если пойдет по сценарию, тогда да. Тогда, конечно, Еремию будет не остановить первым номером. И, если все будет получаться, они уже дожмут во второй половине своих соперников, какой бы ни был счет в первой. Ну, если там 7-5, 7-4 в их пользу будет, то это все хорошо. Так. Ну, что мы не начинаем? Поехали. Друзья, еще раз всем привет. Первый тур пятого сезона Лиги Кроссфайр, организованного компанией Mail.ru и при спонсорской поддержке компании Ozone. У нас карта Мехико, вторая игра первого тура, Еремия и Фейритейл. Еремия начинает с Дефенс. Ну и Фейритейл за атаку. По составу Мейнмраш, Брэнч, Итс, Сквэр, Фредишоттер. Это все Фейритейл. Ну и Еремия, Воллер, Хоря, Бигбир, Стигма и Сифер. Поехали. Интересно, что будет сразу же делать Еремия у нас за Дефенс. Ну, в принципе, в принципе, то же самое я видел и на отборах попадалось там. Господи, я уже даже не помню, где я это видел. Не помню, что Бигбир стоял за восьмеркой, отстреливался постоянно. Да, наверное, на отборах у нас была в Бо-3, то ли в матче за третье место, где-то была карта Мехико. Примерно такая же расстановка была у этого состава. Быстрый центр, кстати, смотрите, терпит сразу Еремия. Я говорил о том, что Фейритейл это стреляющая команда. То, что бы даже думаешь, это серьезно стреляющий коллектив. Тут вот с Панталыку их просто так не взять. Отстреливает всю Еремию с выходом на центр в дымный смок-центр. Но все-таки, все-таки это случилось. 1-0 в атаку, и те, кто говорил, что это будет 8-0, уже не угадали, уже вы свое бабло проиграли. Если вы его ставили. Даже Харька настреливает через дым. Все смокшоты получаются. Брэйнч единственный, кто на стоках пострадал. Да, ну и скоро я просто уже разбушевался. Ураунд в минус 3, делает вот четвертый. И 4-0, чувак, идет. Опа, минус 7 сефером, Воллер лас на центре, минус он. 2-0, неплохое на самом-то деле начало. Очень бодренько, вообще не стоят. Просто в дуэлях высекают, и нет никакой надежды. Что что-то будет пока что меняться. Что-то надо Еремея менять. То ли центр отпускать в сухую. Ну, решают вообще поджать его в 3 ХЕ. Никто не выходит, никто от этих ХЕ не терпит. Выпускает чувака на мосту, он выходит, убивает первого, второго в поджиме. Хорошенькие размены, опять-таки в пользу Фейритейл. Как бы у нас Фейритейл вообще в трое кубик попадали, или в двойку? Стигма, лас на точке А. Узнают о нем, зачем-то идут с ним стреляться. Бомба проскакивает на Б. Ой, хорошая флешка под ноги. Хорошая Стигма, слепой. Слепой в мясо. Ну, не стали достреливаться. Стигма сотый, но заплэнчен Б. Нинти ферм выходит туда-сюда. Не знаю, шансов не было. Мы не хопи, поймали. 3-0. Вообще кул, вообще найс. Все разобрано. Все разобрано у Фейритейл абсолютно четко, что опять с центром. На коврах лежит сверху тучи, гром гроза гремит. Ну и да, ну и да, вот это случилось. Центр отпустили, без него играет Еремия. То есть тут чисто будет уже на холпе. Ну, Фейритейл-то этого не знает, пока что центр не выходит. Хори у нас поставили за восьмерку, убрали оттуда Биг Бира. Куда Биг Бира убрали? Биг Бира на суппорт убрали, если что, холпанец ток на выход. Если что, холпанец ток на выход. Сейчас Фейритейл должны понять, что творится с центром, что на него можно гулять. Да, они по нему уже ходят. Они уже ходят неплохо. Сдымили точку А, не видят, сколько народа проскакивает на восьмерку. Атаки отстреливают здесь хорошо в поджиме. С выходом. Не срослось. Брэнч на бомбе, Фредди Шоттер не зачеканный. Слышит он в домике, что кто-то его охраняет. Может, по идее, Волер закрыть. Если сейчас постреляется чуточку на центре Брэнч, то Фредди Шоттер должен делать партизана. Волеры высекают, уточка их. Ну, не стал Брэнч стреляться. Идет через сено. Будет на себя внимание отвлекать. Что, вверх-вниз будут заходить? Один окно, наверное. Один по земле по матушке. Вдвоем просто Волера проскакивают. В наглую его забирают. Да, так и делают. Неплохо. Довольно-таки неплохо. Хори остается с Савапой. На прострел не соваться. Инсифером ему на халпу со штурмом. Но откуда Инсифером ему заходить? Как не с ворот было бы. Зачем-то идет на центр. Пошли в наглую. В наглый просто ретейк. За лего пропускают. Никто не суются. Никто не суется. На близкую. Смотрим за Фредди Шоттером. Я думаю, он на колоде. Пошел в лего приходить. Прострелом первого забирают. Инсифером у Лол ХП. И минус он. Брэнч. Расписал. 4-0. Вот вам и Иеремия. Вот вам и Фэйритейл. Вот это я люблю на самом деле. Вот меня всегда радует, когда на команду никто не надеется, а она бах и выстреливает. И причем выстреливает против... Против тех, кого... Против кого бы я по идее не должна. Ну нахрека зря ходят. Скоро я думаю, это запомнит. У него пару раз получилось, но он мошнил просто через деревяшки. Хорек уже... Поднатаскался, как бороться со Сквея. Так, мы посмотрим, где кто. В принципе, все довольно-таки стандартно. По дефенсу стоит... Ой. Прилетела флешка не туда. Биг Бир выходит, прочекал центр. Никого не посек. Минус один потеряли. Теперь этот где-то надо минус Фэйритейлу искать. ВК сложновато. ВК сложновато. И центр никто не смотрит. И негде найти контакт. Закрыли, а. Сейчас будут проскакивать, чтобы не палиться. Сколько народа здесь. Опа. Хорек второго дает. Хорек выходит стреляться. Смоки друг друга поджимают. И пропасть... Пропустишь ты. И уже втроем в пятерых. Ну, центр за атакой. Но пока особых результатов не приносит. Иц хорош. На хелпе гоняют. На точке Б двоих. Иц. И все. Б открывают. На Б больше никого. Можно плентиться. Останутся втроих. Быстро пытается Иеремея сделать ретейк. Прутся все, кто может. Хорек с авапой ищет, кто бы точечку перебежал. Никто не перебегает. Стигма уже близко в кишке. Брэнча забирают. Иц последний за коробками. Выходит на него и в ухо. 4-1. Наконец-таки Иеремея размочила. Наша бомба обеспрекана. Тут, видите, опен фраг от Square. Он фактически фраг-лидером своей команды является. 6 к 2 идет. Но опять идет стрелять с харьком на калаш. Посмотрим на харька. А он даже не пошел. Опять смукшоты будут вешать. Может, может, здесь нежданчик сделает. Правда, стоит у него биг-биг. Неплохой, неплохой пропрыг. Опять опен фраг. Не за атаку. В поджиме сена. Погибает у нас Фредди Шоттер. Слушайте, мне начинают нравиться эти ребята из Fairy Tail. Вот такие игры хочется видеть. Такие быстрые, молниеносные. С таким уровнем стрельбы. Так, Итс у нас ответил. Разменял сена. Еще один следует минус. Стигма по-прежнему в точке А. И изгоняют инсифером СБ. По инфе пошел на А. Долго, я думаю, Стигма здесь не будет держаться. Потому что будут выходить на него со всех сторон. Сферма первого высекает. Ну и... Два их. Третьего не удалось. Инсиферма на подходе. Через ворота убрали. Пять-один. Мы заложили бомбу в точку А. Неплохо. Очень неплохо. Стараются сделать опен фраг на стоке. Покоцали хорька. 44 хп ему оставляют. Все-таки он продавливает через своего тиммейта. И Стигма закрывает с квест. Только джали. Выход в дымный центр тоже не удается. И все, Айм Раш пытается стреляться из-за стеночки. Фредди Шоттер уже каленый. Да, конечно, сток подвел. Зачекали Фредди. Я им под мостом. Выкарауливает. Его сваливается сверху. Паник стайл. Последний Айм Раш. И туда же его отправляют. Куда и Фредди. Пять-два. Неплохо. Сколько раз я повторю, неплохо. Ну, просто Риэл такая игра вдохновляет. Вот атаки. Прям очень нравится. Могут сейчас Фредди Тейл себе приобрести гигантское количество фанатов. Если не будут распадаться и будут играть дальше. И... Не знаю, не знаю. Ну, как в тройку лидеров по такой игре, в принципе, они попасть могут. Вот, если ставить все-таки Овнет Байпро априори на первое место, да, по их составу и по их игре, я бы это сделал, да. То, что они, скорее всего, будут финалистами, скорее всего, на первое место, думаю, вряд ли кто-то сомневается, да. Пока мы не видели Вео. Как раз-таки Вео мы с теми самыми Овнет Байпро и увидим в третьей игре. Но вот команду Фэйритейл я бы на это самое пока что третье место отрядил. Мне кажется, по силам он будет побороться с Вео. По крайней мере, интрига у нас есть. В один круг и скоротечно, но она должна быть. Каленый сильно воля расстается, смотрит точку Б, его отрядили. Точнее, сам он себя отрядил, сам себе командир и стигма. В принципе, позиции не меняют, точки не бросаются. Центр дуэль, стигмы снимают чуточку, он поболее. И Сифером пошел на суппорт. Отправили его обратно, сказали не лезть походу. Но все-таки хочет пролезть. Ну, ХП ни о чем. ХП на самом деле у атаки ни о чем. Им бы вот Войлера найти одной пули. Но Войлер в такой позиции сидит, что он сейчас будет, конечно, здесь каски снимать по пуле. И хватит ему 30 патронов и на пятерых. Не говоря уже, да, первый пошел. Тут сложно, тут сложно. Скорее всего, это будет 5-3. На такую дуэль выходить с такими ХП и с такими позициями. А, хорош, хорош. Не поругаешь, не застрелит. 30 секунд. Сифером по-прежнему не может определиться, куда ему. Имба стягивается к центру. Ой, да на банихопе-то что ж ты делаешь? 5-3. 5-3 подтягивается потихонечку Еремея. После 4-0 взяли только один раунд. Отдали 3. Резвое было начало, но сразу его начинают хранить. Затягивать все-таки в более медленную борьбу. Воллер на дымную стрельбу. Стоит золотого. Пытаются ответить сразу же. Воллера снимают. Биг Бирр не снимают. Опять поменялись. Опять Биг Бирр поставился на восьмерку на дальнюю стрельбу. Мешают ему дымы, но несмотря ни на что он снимает. И все, опять центр не удалось выйти от атаки. Разобрались, что и почем. В принципе и прочитали инструкцию по применению команде Fairy Tail. 4 быстрых раунда, после них ничего не могут сделать Fairy Tail. Там были опенфраги на стоке. Когда нет опенфрагов на стоке, сразу минус 2. Да, то Fairy Tail ничего не могут сделать. Не хватает им. Очень сильно не хватает начального сквера. Здесь брейндж красавица. Ну и Фредди прострелами. Да ну и брейнджа туда же. Хорек. Из-за трактора. 5-4. Да, ну вот пошли. Опять сток. Если здесь дадут, все будет неплохо. Надо, надо. Из этой позиции, конечно, давать минус. Отполочная. Хорек вообще кишку смотрит. Ужас. А, ну и Сефер. Понятно, да. Ну, побоится. Ждет Сквея, когда все-таки дернется центр. Когда пойдет машина именно на центре. Тогда Сквея на перетягах будет ловить. Пока не торопится и правильно, в принципе, делает. Сразу не получилось. Зачем тягаться? Тем более, что там вдвоем смотрит, если что, холпанут. А вот, и сдернули, кстати, на центре. На Сефер он только теперь возвращается. Ну давай. Ну давай уже. Ну. 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 Без минуса. Раунд без минуса. Полторы минуты. Сейчас куда-то будут заваливаться. Дымы везде рассеются. Дымов уже больше ни у кого не будет. И в голые простые точки. Харек. Харек встречает центр. Не удалось на холде подкрасться. Ну и пошел. Пошел в Звездный час. Да. Неждан. Брэнч Ласт. Развалили. Не Ласт. Сайм Раш. Остается у которого. О, надо подскакивать ему за стенку. Вот дело. Брэнч особо не холпует. Ложится флешка, которая может, в принципе, двоих и похоронить. Нашелся Брэнч. Да 5-5 будет. Наверное, уже все. 25 секунд до конца раунда. Бамбы нет. Ну, минус 2. Хороший дает. В зажиме не пошел третьего забирать. Чекнули Саеву. 16 секунд. Просто надо двоих убивать было. Но не судьба. 15 секунд до конца раунда. 5-5. Показываем им, где раки. Интиферум промашнил. Тоже, в принципе, не особо верят, что это сток. А, ребят, стоят. И сейчас будет жарко. Осколочная. Дымовая. Главное не застояться. Дым расселся. Световая. Опа, Интиферум слепой. Возвращается Хорек. Пошел стрелять Интиферум. Первого кладет. Хорька сразу же за ним. И вот здесь бы, вот здесь бы забрать. Брэнча все-таки убирает. Фредди Шоттер один двоих остается. Он... А он на неожиданной позиции. Никто его, в принципе, здесь абсолютно не ждет. Стигма. Стигма разобрался в ситуации. Бомбу убрали. Бомба лежит на выходе. Стока. Зачекали Фредди Шоттера. Ну и все. Войлеру пошла инфа. Войлер будет убирать. Не удается. Фредди Шоттер по стрельбе Войлера берет. ХП много потерял. 10 ХП. Любая пуля. Любая пуля, но есть минута. Надо передумать как-то стигму. Непонятно пока что как это сделать. Не проскочить никак. Стигма смотрит и кишку, и проскок, если на центр. Зажал он Фредди Шоттера. Здесь мог бы быть рандом. Увидел. Да, увидел, что проскочил кишка и добивает его. 6-5. Иеремея вырывается в первый раз в этой встрече вперед. Ну, жестокий делает камбэк. Напомню, что счет был вообще 4-0. После этого взяли только лишь один раунд. И уже Иеремея впереди. Хотя задумка и выход из стока был практически неплохой. Можно было чуть получше. Последний, наверное, все-таки должен был не стреляться, а раскидывать флешку на выход с восьмерки. И тогда бы вообще все удалось. И два бы выходили слепые, либо бы не вышли сразу, да, и успели бы проскочить за сено в кишку Б. Там отстояться как-то и уже потом отстреливаться. А так чуваки из-за восьмерки с центра подоспели и разложили. Второй волной, скажем так, отбива стока. Все удалось. Сейчас вообще просто-напросто фейритейл рискует отдать эту половину. Столько хорошо для них начавшуюся. Но если Иеремея будет наглеть, вот так вот, как она это сейчас делает в поджимах, то я думаю, что пострадает за это. Должна, должна пострадать. Хочется 7-6, а не 7-5. Ждет Пикпир. Ждет Пикпир, себе дуэлянт, находит его. Брэнч остается за сеном последним. Бомба у него сброшена под мостом. Пошел ее забирать, но я думаю, что она ему особо не понадобится. Пикпир даст второго. И дает Биг Биру ответочку. Просто по колоколу позвенели. 1 в 2. Позиция спалена. Стигма ждет, естественно, сена. Центр отпустили, Инсиферум на проскок Б смотрит. Но если что, попрет к воротам, естественно, танком и будет халповать. Не зачекал Стигма? Не зачекал, даже и не пытался смотреть. И не смотрит, не топать главное здесь. Опа, Стигма уходит на дуэль, погибает. Машник ворота проскакивает, надо брэнчу. Он это делает, Инсиферума лолка Б. Он в быстром ретейке успевает перезарядиться, успевает брэнч. И есть время, и брэнч этот раунд все-таки вытаскивает. 6-6. Красота. Вот это игра. Вот это я понимаю. Вспоминайте первую игру этого тура. И какой медленный у нас был центр. Постоянно отстаивались. И что творится сейчас? Просто заргут. Опа, минус Биг Бир. Это уже полдела сделано. Здесь воля расстреливается. Паник просто. Просто паника. Сопли, слюни. Ну, хп потерял, но зато позицию. Ну, как бы и позицию отдал, но она не такая важная. Зато выжил. Зато выжил и 4 в 4. Центр отдали. Центр отдали. Где-то надо давать еще минус. Вот сохранились бы хаешки. Да, закидать бы сейчас Стигму, например. На точке А. Стигма бросил точку А. А так это, может быть, на А зайдет. Понимает Стигма. И по инфе Воллера дается, что никого нет. Минус Харек. На точке А выходит Сигма минус он. И Воллер, Воллер побежал. Янси Ферум вообще не старается делать интейк у нас. Надежда на Воллера. Еще и офлешил. Ну, походу, даже 7-6 в атаку будет. Тут как бы, я не знаю, как они будут выбивать. Что-то неимоверное. Можно показать одному и другому. Заложена бомба. Пошел Имба заходить. Инси Феруму уже пора бы тоже это делать. Смотреть на кишку. И попутно чекать домик. Сторожи дома. Имба 1 воевал Инси Феруму. Второй выходит. Думаю, что будет погибать. Он один-оденешник. Да. Рассинхрон некий был. Первая половина 7-6. Все у нас заканчивается. Уходим на смену сторон. Мне нравится. Мне такое дело нравится. А вы говорили, неинтересная игра. Очень даже неплохая. Смотрим на... Брэнч наколотил. 17 к 7. МВП этой половины. Забавненько. О, боже. У нас пришли португальцы в чат. Здрасте вам, ребята. Типа пишут, что русские... Я не знаю, что пишут. Я думаю, вы в гугл-переводчике приведете здесь. Ну, прикольно просто. Обычно молчат, но тут решили разговориться. Так, ждем смены. Перекур, плиз, против таймраш. Ну, ребятки. Какие перекуры? Вы че? Тактики разбирают. А, ну все. Тут, короче, пришли люди и типа такие Оу, Еремия, гоу на ВЦГ? Спрашивают в чат. And Jeremy, go to ВЦГ? Видите, как Еремия, да? Пришли как бы зарубежные товарищи смотреть тактики Еремия. А это и не Еремия. Это, в общем-то, особо. Обманочки. Это прикольно. Ну, по статистике я всегда в Твиче собираю, как бы смотрю, у нас большое количество стран. Ну, постоянно Германия, постоянно Франция, там Австрия, иногда Финляндия, почему-то это из Европы. Ну, и Тайвань, любители посмотреть Португалию, Бразилию и Америка. Вот, из самых таких, кто частенько. Так что китайцы тоже смотрят. Ну, пошли диалоги. Короче, чуваки уже друг с другом на английском общаются, а остальные все помалкивают. Give me money. Ха-ха-ха. Да-да-да. Так, так. Так, так. Все, поехали на вторую Напомню, счет первой половины Шоколадный, 7-6, причем в пользу атаки В пользу команды Fairy Tail Ну и Римея пострадала Дефенс, хотя абсолютно ни о чем это не говорит Может ситуация обернутся и в другую Что у нас по респе? А Харьку была респа? Походу была, но его сразу же Зафлешили, знают Знают, что Харек ловит на проскоп Харек потерялся, просто спиной Спиной все косяки обчесал Первый минус, Волер Волера поджали за сеном Так, ну и смотрим, какие расстановки у Дефенс В принципе, от этого все будет зависеть Центр не отдают, задымили Опа, Биг Бир Опа, Биг Бир там же, где и Волер Минус 2 в дебюте Дела, дела Хорош, еще с моста Ну, отстреливают по одному Хоть и мост забирается Инсифером и стигма Ну, такая связочка, скажем Если еще делать скидку на то, что инсифером и температура Как он написал, 39 Ну, вообще полумертвый Чувак играет, минус стигма Остается он полумертвый, последний Не знаю, я думаю, что вряд ли Есть какие-то подготовки У этого состава Иреми На игру с кем бы то ни было Естественно, они полагались на стрельбу И на то, что, как всегда, да На авось, на русский прокатит Не прокатывает здесь Не прокатывает И видно, что неплохо В раке поиграла команда Фейритейл Очень даже неплохо поиграла Фредди Шоттер прям сегодня хорош Брейнч, да все хороши Чего как бы о составе Иреми сказать нельзя Некоторые траблы есть Ну, счет был практически ничейный Поэтому Непонятно, что здесь будет происходить 8-6 у нас становится В общем, всего лишь два раунда преимущества Не знаю, не знаю, не знаю Опять задымили центр Ну, вот Иреми все-таки играет Ближе по типу Да, обычному, стандартному Как у нас игралась первая игра Дымный дебют на центре Расставляются и те, и другие Нифига абсолютно не происходит Ждут, пока рассеются дым И потом уже пошел выход Ну, опять Опять дым закинули Любители смокшотов И в этот пик Ощемались За перепорочкой в тупке Хорошо, неплохо Бигбир последний остается Единственный, кто не добежал Самый молодой в команде Не подоспел за дядьками Через смоки он абсолютно ничего не видит Я подозреваю, что вообще потерялся Один в два Один в два без бомбы Бомба лежит на центре Зачек или дроп? Зачек или дроп? Караулят его, естественно, с двух сторон На растяжку Бигбир еще не стесняется Топать, в принципе Когда спрыгали Я не знаю, слышали или не слышали Должны были, по идее, по топ слышать На месте императора Лива Стоит у нас Имени императора Лива Минус Бигбир, ласт Победил Глобал Рис 2-0 Неплохо Неплохо 9-6 Стандартный Реме 1-2-2 Близкую, близкую снимают ящик Не дали Не дали Знают эту фишку Харька Что выходит он за ящик Не зачеканный никем И начинает Просто убивать точку А Не дали ему это сделать Но пропустили Воллера Зато на точку А И он уже просто Отстреливается с нее Канка-пулеметчица Единственное, что бомбы нет Кто ее хочет взять? Инсиферу Инсиферу Обойти по респе Только лишь за бомбой теперь Где Сквэ оказался? Это жесть Просто вот пасет овец Реально пасет овец Они бегают у себя по респе И он их отстреливает Воллер один Но он замерзнет на точке А Без бомбы и без хелпы Инсиферу Пошел выбивать тело Пошел в контакт играть Над стоком На самом-то деле Другого пути у него нет Потому что бомба лежит Как бы вот так вот Ему надо дойти еще До своего центра Чтобы не умереть здесь Думает он, что с ним хитрят Воллер Проснулся и размышевался Решил проявить агрессию Агрессия удалась по идее Но все равно его забрали Инсифером последний с бомбой Остается в двоих Причем сотые все 300 хп на карте бегают 300 килограмм живого мяса И все с калашами На самом деле мог бы не бы не хопиться Но респе его не слышно особо Никто сток не ждет Решили просто стоять точку вдвоем Если это не будет а А я бы вот на месте инсиферма Постоял бы возле ворот Просто постоял бы подождал По-любому По-любому побегут Не, решили до последнего ждать точку Там уже выбивать б Не самая простая ситуация Будет при ретейке б Но это все Опять-таки зависит от того Какую позицию займет инсиферум У него даже хватит Сейчас времени На то, чтобы проскочить восьмерку По-быстренькому Но он решил Щелочку смотреть Ну и смотрим Откуда пойдет народ В принципе по классике Должно пойти один кишка Но инсиферум решил поджимать И это правильно Это правильно Он один к первому Дает и в зажиме Хороший инсиферум Человек-голова Футбольный мяч Нарешал Молодец Вот это вот Суперское решение Если бы он стоял за гробами До последнего То его бы развели на две стороны По-любасу развели бы И ничего бы ему не помогло Но он Выбрал самый оптимальный вариант Пока люди Голосовали вверх с гранатами Он их в зажиме забрал обоих 2-1 В второй половине 9-7 Счет Два раунда Преимущество по-прежнему Вот такой гандикап Сохраняется И на тоненького На тоненького На тоненького На тоненького Центр аж втроем Оккупировали Харек уже так просто Не ходит На дурачка Здесь не возьмешь За ящичком На А не отстреляешь Ну и ждут Пока будут какие-то Развития событий От атаки Пока кто-то Кто-нибудь Опа Опа Брэнч разбушевался Выход центра Поджимаем Находит Инсиферм последний Ой Собирайтесь девки Кучу я вам чучу Нахлобучу Могло случиться Такое Но не случилось 1-3 Мог Инсиферм В принципе Здесь в зажиме Опять-таки Класть целую Толпу Трупов И пошел опять Смог мид Смог мид И сколько народу На центре Это просто жесть Суквей любитель стока Он в него и залез Уже я так подозреваю Да Залез сток Стоки не пройдут Если что Прикольно Прикольно действует Фейритейл Брэнч и Фредди Шоттер Самые два жестких Хаймера На самую ответственную позицию Фредди Шоттера не заслепила Зажимать начинает Убирают у Брэнча и его И все Центр отдан Это фейл Это фейл Да Круто Вот это было круто Бомбу сбросили Прикол Начинают подсобираться Просыпаться к вечеру Ребята Ты не ремни Поджимный центр Играют Загибают Снимаем своего тиммейта Пошли поджимать Выбивают одного Подразмены попадают оба Лежат Отдыхают Бомба здесь же Световая Хоре Бигбир Хоре выходит стреляться С калашом На центр Зачем-то Непонятно По пульке Минусон Бигбир последний Туда же идет С своим тиммейтом И погибает Ну это просто погибать Реально Даже не меняет позитивность Надеется на стрельбу Просто на стрельбу А в тупке как стояли Двое так стоят Не пропустят они его По центру Надо выходить мост Хотя бы одного снимать Близко уже Иц Близко уже смотрит На Бигбира Подозревают Ну естественно Разобрали Да зачекали Бигбира И минусон 4-2 4-2 4-2 Так что у нас по общему Получается 11 11-8 Три раунда Преимущество Фаст-центр Ложатся Хорошо Хаешки Здесь в четвером Линию построились Всех высекают В ряд Просто это расстрел Еремия Ужас Жесть Ха-ха Чечня 5-2 5-2 И сухая команда Фейритейл Осталась Никого не потеряли Вот это мазефака Как она есть Наконец-таки Харек Нашел Фредди Шоттер Со взятием Следующего раунда У Фейритейл Будет уже ничья И Еремия Особо надеяться Будет не на что Поэтому Именно с этого момента Еремия Должна брать Все остальные раунды Если что-то хочет Что-то хочет В этой игре Как минимум Хотя бы одну очку Пока на это и делать Походу Подраслабились Фейритейлы Поняли что Близко они к победе Но не так близко На самом деле Плэнтица Плэнтица И бренчи выбивают В поджиме На центре Не дают Даже дойти До стрелябель Стрелябельных Да что же за слово Ну короче До позиции С которой можно воевать Вся надежда Наиться Опа-опа-опа-опа Ну не попадает Волер Снимает его Стояли Прям не шевелились Особо не стрейфовались Волер В этой дуэли Выигрывает 3-5 3-5 Маскишки Такой Подбежал Неплохой Без выхода На мост Поджим сена Кто у нас встречает Фредди Шоттер Минус он Ваншотом Биг Бир заходит И чекает И чекает Лего Ничего не может сделать Оттуда второй Ложится Да пропустили Как-то Кишку Но там ваншота Сразу Фредди Шоттер Схватил Это конечно Неудача Такого могло бы И не быть Если бы Не ваншот То я думаю Что он затормозил бы Серьезно Сена у нас Атаку Последний Скве Ирме идет На счет 4-5 Дымы лежат Дымы И не может Никак пострелять Скве Надо действительно Проходить Но просто Три ствола Машнили Эти самые Дымы 4-5 Счет Становится Все ближе К ничьей Уже Преимущество Опять Два раунда По-моему Да 10 Да 10-12 10-12 Пользу Команды Фэритейл Харек Харек Поражал Сток С деглом Пошел Сквозь Заходить Но он На самом-то деле Сильно увлекается Сколько я уже вижу По второй половине Он и в первой половине Увлекался Со стоком Да Стрелялся Со снайперами Да кто бы там ни был Поначалу получалось На фарте Да Но теперь не получается И опять Вот ходят в сток Зачем-то Непонятно Такие минусами По одному Бренча кладут Где Бренч на центре Открылся Тоже Почему не стоялось Почему Фредди Шоттер Теперь не стоит В тубке Все же получалось Тогда они отыгрывали Вдвоем центр Назажимали там Зачем отходят Фредди Шоттер Может на этом В своей позиции Сделать дела Ну правда Его спина убивает Иммраш Близко Дает зайти в окно Минус он Последний яиц На проскоке ворота Пропускает Стреляется И он же тоже Минус 5-5 Ну переходим В стадию Оконцовочки Вот теперь точно Каждый раунд На счету Брать два Надо брать два И не отдавать ни одного И то и другое Командир Для победы Ну вот здесь неплохо Здесь неплохо Встретили Хотели опять На Продавить Какие-то Подростковые прыщи Команду Фэйритейл Не удалось Прыщи оказались Сильнее Боли принесли Больше своим хозяевам Да чем Чем они Полопались бы Ну и не сиферума Любителей Риме Оставлять последнего На этот раз Он в троих Если Да нет В четверых У Аймраша Еще один хп Я не знаю Какие у него Съесть шансы Ну фэйритейл Сейчас после этого раунда На ничью у нас выйдут По крайней мере Уже Одно очко У них будет в кармане Как там дальше Доберут они Один раунд Или отдадут два Это вопрос Русо туристу Янцеферум Спалился Со всех сторон Естественно Его уже ждут Единственное Непонятно Чем занимается Сквер Неужели до него Не дошла информация Где янцеферум Опа С дымой Не удалось проскочить Ничья есть Ничья в кармане Фэйритейл Смотрим Последние По максимуму Да Оверраунд три Но Как два Так и один Может случиться Точнее Или Ну да Два и один и три Все И особо-то Не торопится Не торопится Атака Понимая Важность этого раунда Уже не побежали Есть минусы Бигбира 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 Сложно Что-то Не выговаривать его Ну точку Он не открыл Сквэя конечно Минусанул Положили здесь Смоки Центр отдали Центр отдали Зажались Фредди Шоттер На Ан С Аим Рашем И пошел Закит Этой самой Точки Сейчас будут С двух сторон Закрывать Пробегают Уже подбега Заживчика Этой Мраши Не удается Фредди Шоттер Еще живой Его забирают Что ж творится Это ужас Ужас Идс лас В четверых Ну это имба раунд Это имба раунд Это он накомандовал Тысячу раз Мы так говорили В World Legends Потом Как бы ни называлась Эта самая команда Через центр На А С проложенным Смоком На подъемчике И понеслась Просто никто тебя не видит Ты заходишь за Лего Видишь при этом ворота И начинаешь давить А там уже в упор Вас больше По любасу На точке А не стоит Пять человек Стоит там максимум Трое Ну и пять в три Закрывается Точка А Шикарно Такой наверное Раунд больше не пройдет У нас Сто процентов последний Либо это ничья Либо это победа Фейритейл Не так им просто Все удалось Как было это В самом начале Но могут они Эту победу Иеремии вырвать И отправить Иеремию Вниз таблицы Туда где уже Обитает команда Эвел Ти Пока Пока они этого Не сделали Две минуты Две минуты На все про все Что у нас По позиции Дефенса Ну я не знаю Они постоянно Постоянно Меняют Свои позиции И по мне Так самый оптимальный У них был вариант Это конечно Стояние Фредди Шоттера И Брэнча На центре В тубке Пошли в центр выходить Сквэя не чекает Все это дело На сквэя выходят Его забирают Быстрее Быстрее Из ворот Надо действовать Все Они пощемались Ворота естественно Смотрится хорош Фредди Шоттер Просто Просто на том Чтобы пройти Походу это будет ничья Да Фредди Шоттер Остается последний И сразу же у нас Первая ничья турнира Фредди Шоттер Первого убрал Второй в спине Но если этого забирает Там уже можно будет побороться На перезарядке Пошел ловить И минус он 7-6 7-6 Две половины Заканчиваются Абсолютная ничья 13-13 По одному очку И той и другой команде Давайте посмотрим На фраге Кто здесь что Харек 12-5 Хорошо наколотил У Иеремию дела У остальных похуже Ну и остальные ровненько 12 на 8 Фредди Шоттер На этом